Левицкий Дмитрий, доброе утро! Сегодня вторник, программа Рестораторы. Мы снова с вами. Ну и как мы говорили в подводочке к нашей программе, сегодня будем говорить про джипси. Такое слово приятное для каждого москвича. Кто не знает джипси? Практически дом родной. Всю неделю труженик среднего звена Москвы пашет в своем большом офисе, работает, устает, чтобы в пятницу вернуться. Вернуться домой, вернуться к корням в клуб джипси и провести свои отличные выходные. Илья Лихтенфельд и Александр Дульчиков у меня сегодня в гостях. Совладельцы клуба джипси, так мне написали продюсеры. Надеюсь, что меня не обманули. Доброе утро, мужчины. Не обманули. Александр и Илья здесь. Ну что, я думаю, что действительно для многих москвичей место под названием джипси известно и в лишнем представлении не нуждается. Но, да, и тем, кому есть что сказать о хорошо проведенном времени в джипси или о потерянном времени в джипси, можете присоединяться к нашему разговору. 651099,6 наш эфирный телефон. Да, код Москвы 495. Да, почему? Да, я только прошу о потерянных сумках, ключах, телефонах, конечностях. Наверное, не стоит. Больше о потерянном времени. О потерянных жизнях. Хорошо. Ну, давайте разбираться, да, клуб джипси, с кого начнем? Илья, давай, наверное, с тебя начнем. Да. Отличи с него, пожалуй. Как ты дошел до жизни такой? Пока ты постишь фотографию. А ты вообще должен включить все, иначе... Да, да, ну ничего. Тарахтеть в эфире. Ну, так, да, как твоя жизнь складывалась? Вот ты же наверняка, когда был маленьким, не мечтал о клубе джипси. Ты мечтал быть космонавтом. То есть ты в детстве, когда спрашивали... Уже в 87-м году. Да, да, я спрашиваю, кем ты будешь? Ты говоришь, я буду владельцем джипси. Конечно. Именно так все и случилось. Ну, у меня дальняя история, давняя, связанная с общепитом и с развлечениями. Я уже лет 8. Началось все с питания разнообразного. Ты питался. Я питался и пытался напитать людей. Напитывал людей. Да, да, да. Некоторым это нравилось, поэтому все росло и пухло. Слушай, вот у нас есть такая забава уже в нашей программе. Мы начинаем с того, что спрашиваем, кто наши гости по образованию и кого тут нет. Все вроде рестораторы, а реально от филологов до строителей. Кого тут не перебывало. Вот ты вообще учился на кого? Я вот точно буду уникальным персонажем, потому что я ни на кого не учился. Да что ты. Школа жизни и улицы. Да ладно. Мне стыдно об этом говорить в эфире. Слушай, а как так получилось? Нет, всем. Я даже школу толком не закончил. Да, хорош. Да. Рад, что ли? А что тебе помешало? Ты был прям двоечник? Жажда бабла. Не, то есть ты прям плохо учился? Я двоечник, я поменял пять школ. Ты что? Плохо учился, да. Это сейчас, мне кажется, пиарация. Он в 13 лет уже зарабатывал первые деньги. Слушай, я вот сейчас посмотрю, правда или он сейчас прям делает все это? Нет, он правду говорит вообще. Это больше такой специальный миф для топ-менеджера, который поддерживает такой антураж, такой загадочности. Никакого мифа. Это правда. У нас с товарищем в 91 году была палатка на метро Полянка, недалеко отсюда, в которой продавали сникерсы, Марса. Это был валютный товар. То есть ты променял школу на палатку на Полянку? Да, да, да. Слушай, ну, вот тут, да, да, ты сейчас показываешь, ты понимаешь, какой пример ты показываешь сейчас подрастающему поколению? Плохой, плохой. Да, и вот сейчас ребенок, который сейчас вот с мамой сидит и говорит, мама, я не хочу в школу, он говорит, вот послушай. Программа сейчас станет плюс 24 для тех, кто уже закончил институт. Да, 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 да. Так, слушай, ну забавная история. То есть ты, короче, бросил школу и вот там начал торговать сникерсами на Полянке. Да, много чего делал, у меня были обмены валюты, я пережил все черные вторники. Я был в 91 году, убил его дома три дня. С какой стороны? Со стороны Ельцина, конечно. Понятно. Меня даже видно на некоторых фотографиях, где Ельцин стоит на танке, я там в трех метрах от него слева. Откручивает пушку у танка. С коробкой сникерсов, да, и такой прайс стоит. Пытаюсь накормить демократов. Понятно. Слушай, ну а как ты пришел в итоге все-таки вот в эту историю с общепитом? Я много чем занимался и в итоге, в итоге как-то пришел к общепиту, познакомился там с своим товарищем, который теперь мой партнер. И мы открыли первое кафе, потом второе, третье, четвертое, пятое, сейчас их больше сорока ресторанов. Да что ты! Да. С сорока проектов ты участвуешь, только иначе. Ну, расскажи нашим радиослушателям, какие из них? Ну, из известных в городе, это, например, там, ресторан Паприка в аэропорту Домодедово, всем уже известный, пять лет работающий. Потом Зюкафе, Пицца Экспресс, Симачев Бар совместно с Денисом, Джипси, соответственно. Ну, еще несколько проектов сейчас находятся в стадии разработки. Слушай, ну, а ты в этих проектах, ты все-таки управляешь всей этой историей, или ты уж как инвестор там выступаешь и просто там вкладываешь? Ну, для меня эти понятия неразделимы, я не умею быть каким-то просто инвестором, там, портфельным или еще каким-то. Вот, я вкладываю, я основной владелец везде, и сам же управляю вместе со своими друзьями и партнерами. Самый масштабный проект представлен сегодня здесь. Это апогей всей моей деятельности. Ты так смотришь на меня, как будто я твой самый масштабный проект. Так и есть, так и есть. Ты еще немножко должен подрасти в шею. Ну, это давай не будем, ладно. Ага. А почему Джипси самый масштабный? Ты имеешь в виду, ну, самый большой оборот, самый качает больше всех? Нет, там 2800 метров. Насколько мне известно, это самый большой за всю историю новейшую российскую заведение, клуб, ресторан. Там больше 500 посадочных мест, 5 кухонь со всего мира. То есть, у нас только производство больше 400 метров. Ага. Ну, вы же там что-то расширяетесь, и этим летом что-то строили, да? Этим летом, да, мы сделали веранду в 2,5 раза больше. Вот. И дальше расширяться не планируем. Мы уже иногда сами раз и заблудились. Нет, мы теперь только ввысь. Почему? Ввысь, ввысь расширяем сюда. Теперь будем расширяться ввысь. Ну, сейчас, 4 этажа. Чтобы не заблудиться. Я понял. Слушай, ну, давай тогда сейчас спросим Сашу, как он дошел до жизни такой. Вот вроде все было нормально. Ты кто вообще? Ты кто такой? Ты кто такой? Все, Ваня, ты тоже без образования. Я Саша, 29 лет, алкоголик. Нет, ну как, я, почему? Я с образования. Ага. Дополняет меня. Да, я дополняю. Более того, я еще учился в школе. Такой, самой известной московской, громкой, где учились все партийные дети. Да что ты. 20-я школа. То есть у вас такой прям вот этот дисбаланс, как это сказать, сбалансированность наоборот. Да, иногда на собрании встает и начинают лозунги двигать партийные. Ага, как положено. Да, учился. И когда ты что-то говоришь, они говорят, а вот я в 11-м классе, между прочим, да, мы вот это проходили. Пока ты в палатке сникерсов продавал. Залгал стук пионерский. Да, да, да. Нет, пионерского, пионера у меня не было. А, собственно, и там учился, и в Сям, и в Англии учился. Потом в РГГУ закончил финансовый кредит. Работал в банке. Финансовый кредит, банк. Да, уже близко к названию радиостанции, наконец-то мы по делу заговорили. И вот почему мои гости здесь сегодня. А потом, собственно, судьба так сложилась, что я ушел отовсюду из всяких финансовых организаций. Мне очень пытались родители как-то навязать такую историю, вот. Я отказался и пошел в кино, в рекламу, в всякие продакшены. Почему? Не знаю, было интересно. Вот как-то хотелось связать свою жизнь с этим, но... Там все много бухают в этой профессии. Вот. Это и есть профессия. Кстати, я не понимаю, почему мне налили воду. С утра-то пораньше. С утра-то пораньше, вообще я хотел быть целый день свободен. После чего я встретил на своем пути такого человека, как Игорь Лансман. Вот, собственно, мы с ним сделали первый проект, это Rolling Stone Bar. Ну, когда ты говоришь, мы с ним, что означает твою там деятельность? Ты что там делал? Ну, я был арт-директором, собственно, был наемным работником. Вот. И помогал ему все это дело поднимать, развивать. Как-то так зашел, посмотрел, понравилось, поверил. И все. После чего, собственно, понял, что моя работа там и миссия закончена. Вот. Ушел ненадолго из этой сферы. То есть ты, видимо, ушел, зашел в соседнюю дверь. Да, но у меня просто параллельно... Работа есть. У меня просто параллельно был еще и телевизор. Вот. Канал Муз-ТВ. Ты же был ведущим на Муз-ТВ. Да, Samsung такой маленький у тебя дома. Да, у меня был как раз в это время телевизор. Я когда искал, информацию про тебя читал, ну, я смотрел, кто есть кто. Там есть даже группа ВКонтакте, группа фанаток твоих, там 130 телочек. Я думал, ее удалили. Нет, 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 нет. 130? Вы внимательно смотрели, из них 120 только телочек. Ну, я не замолел всех, там было написано группу под названием «Александр Дульчиков лучший виджей». И там первые 10 фотографий открываются, и там телочки твои фанатки. Ну да, да, да. Вот. И, собственно, я как-то и закончил и телевизор, и историю с Роллинг Стоуном. После чего нас вот как-то познакомил наш общий товарищ, собственно, сотрудник Ильи. Как-то вы сегодня с утра вот пикантный аспект вашего знакомства описывали. Это шуточка была. Это все хихишечки. Да нет, нет, нет. Нас познакомили, собственно, нет, я ходил в Семачев, да, все время встречал Илью, который сидел, и мне тоже так глазки поднимало. Я такой, да, Игорь, здоровался, так, да привет. Он такой, привет. Саша, я женатый человек. Слушай, ладно, все нормально. А потом нас как-то познакомили уже непосредственно, сказали, это Саша, это Илья. И все, с этого дня мы... Не разлей вода. Не разлей вода. А ты... И не разлей водка. Вот. Илья, а ты в этот момент почему обратил внимание на этого юношка? Он был одинок. Он еще не был женат к тому моменту. Нет, ну то есть ты искал какого-то конкретного персонажа, либо тебе просто человек понравился. Ты как бы... Нет, я просто увидел, что глаза горят, и руки хотят делать, и голова думает. Ага. Вот. И хотелось чего-то нового, потому что рынок был в каком-то затухшем состоянии. Ага. С точки зрения веселья. То есть тогда еще джипси вообще не было? Ничего не было вообще. Ага. Вот. Значит, и мы как-то начали думать, давай делать совместный проект. Саша был в таком, на вольных хлебах, расставшись с роллингом. Ага. Да, это я гостям просто объясняю, что когда лампочка загорается... Она за спиной не видел. Матом нельзя ругаться, алкоголь рекламировать нельзя, когда лампочка погаснет снова можно. А водой можно ему вылеснуть лицо? А, ну так это все равно не увидят. Нет, хотя у нас есть две камеры, да, есть прямой эфир в интернет, и есть еще запись на YouTube, поэтому, в принципе, драки и все такое. Так вот, мы остановились на том, что я поверил. Нет, погоди, погоди, мне надо объявить телефон, мне тут пишут там, да. Итак, если вам есть что сказать еще раз, да, 495-65-10-99-6 наш телефон, сайт Финам.фм, куда на форум вообще можно писать все, что угодно, и смс 5533 со слова «Я» начинается ваше сообщение, потом пробел. Можете так с нами связаться и написать все то же самое, но уже за какие-то деньги, наверное. Так, итак, Александр, ты вот весь такой ученый, все, везде там. Верченый-крученый. Верченый-крученый, да, на ВКонтакте группа фанаток, все хорошо, и ты... Все хорошо, да. Да, всю жизнь, в принципе, удалась, ты известен, знаменитый. И тут я поверил в Илью. Я увидел его и понял, что да. Или какой-то был конкретный вопрос. Нет, 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 это нормально, нет, начало хорошее. И тут ты поверил в Илью, долго ему пришлось доказывать тебе, что в него стоит поверить. Да нет, в общем-то, я все знал. На самом деле потом было смешно, потому что мы с Ильюхой спрашивали друг друга, ну а что ты про меня что-нибудь узнавал, нет? Узнавал что-нибудь про меня, помнишь? Да, 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 был такой. Нет, вообще был главный вопрос у нас потом с Сашей друг другу. Типа, а как это все получилось? Никто толком не смог вспомнить. Ага. Мы, так сказать, на покупке ресторана Маут закончили с вами. То есть предложили помещение на Красном Октябре, и ресторан Маут продавался, да? Да. Давайте, рассказывайте. И, собственно, мы его купили, построили джипси, и вот результат. Ага. Долго сидели, придумывали название. Да, с названием, веселая история. Погодите, погодите с названием. Слушайте, ну вот Красный Октябрь, да, про него же ходят много разных слухов, и там куча разных историй, и куча всего, и то, что там его снесут, и не снесут, и то, что там долгосрочных договоров аренды никто не заключает, и все такое прочее. Ну, не стрёмно было реально ввязываться в эту историю, именно вот на Красном Октябре. Ну, мы рисковые, ребята. Не, ну, поначалу всё равно мысли были, конечно. Ага. Ну, сейчас владельцы Октября говорят, что наша часть, где находится джипси, это до 17-го года. Пяти лет вполне достаточно от сегодняшнего дня. Ну, да. Для существования такого проекта, потом он с радостью будет закрыт, разгромлен, и через какое-то время может быть открыт в другом месте. Не, мы хотим закрыть и устроить такое серьёзное, мы хотим, чтобы каждому была вручена из наших постоянных клиентов кувалда. А, и чтобы он мог прям, да? И он мог разбомбить напрочь. Те, кто доживёт до 17-го года, и не умер, это цирроза печени, могут приходить в 17-м году. Надо стараться. Это ещё долго, чтобы в 17-м году ещё были силы поднять кувалду. Вытяжку из артишока пять дней в неделю советую пить. Пошёл потом дво дня. Расторопшу с тёплой водой. Что-что-что? Расторопшу с тёплой водой тоже. Это кто? Это трава? Я не знаю. Это животное? Какого-то оленя, мне кажется, или что-нибудь? Или типа выхух, или... Ласка. Ласка. Так, слушай, ну вот это название, да, название, конечно, ну оно забавное, да? Вот вы, наверное, не слышали утреннюю подводочку, когда мы с утренними ведущими здесь разговаривали. Ну, конечно, когда я, вот там, у меня в гостях два человека дульщиков Электенфельд с клубом Джипси, конечно, первый вопрос, там, они цыгане, ну, наверное... Конечно. Вы же заметили по золотым колёсам, на наших машинах. Ну, да, да, да. И там в приёмной у вас медведь стоит ручной. Да, в красном кафтане. Слушайте, ну давайте, ладно, что... Смотрите, вот как это было. Это банальный вопрос, его вам часто задают, но всё, ты хочешь. Да, мы уже... Нет, а мы с соответственным рассказом мы уже всё придумали. Уже всё было, кроме названия. И мы сидели в том же Симачёв баре, и уже неизвестно, какой был стакан виски, третий час мы сидели. Ни одно из названий, которое приходило в голову, здесь произнести не могу, потому что 16+. Я бы сказал 18+. Да, 18, 45+, нельзя произносить это всё. А Саша должен был после нашей встречи увидеться со своей девушкой Юлией Калмановичкой, известным дизайнером одежды. И она сидела с своей подругой в двух столах от нас, и уже косилась на нас, потому что она давно его ждала, а мы всё пили и пили, и пытались изобрести название, уже достаточно громко. Вот, это делали. Вот, и потом... Обсуждая в сети название, одно из названий было название сети супермаркетов. Мы даже думали и проверяли, не зарегистрированы случайно у них на бар. На бар именно, на чпи, да, мы хотели назвать это. Оказалось, зарегистрировано. Шан-бар. Вот. Вот, да. Как-то вас в восточную тематику-то всё-таки склоняло. Это французская сеть, на самом деле. Ну да, 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 я понимаю. Соответственно, соответственно, и вот уже на третий час, когда мы уже грунт начали говорить, Юля раздался такой тонкий голосок. Ребята, назовите Джипси. Мы просто встали молча, пожали друг другу и ушли строить бар. Это правда. Абсолютно, чисто никакой легенды нет. То есть это ей принадлежит авторство, и совсем не вам. За это она получила две лампы. А за это она получила две лампы, которые Беркович покупала для Мао, но они нам не пригодились в интерьере. Ну, плюс она уже два года пьёт там бесплатно. За название. Да. Вот. Ну, какие были ещё варианты, чтобы рассказать? Это невозможно рассказать. Как мог называться Джипси, если бы это был не Джипси? Как бы он назывался? Ой, ну были какие-то. Если бы она, если бы Манович не сказал в какой-то момент, типа, назовите Джипси. Было очень много названий, почему они все так перемешались уже. Плохо помним, там всё перемешалось, и очень много мата было. Вот, как насказал. Потом мы на следующий день встретились и решили, что ничего не должно соответствовать этому названию ни в интерьере, ни в концепции заведения. Вот, что должен быть просто образ некий. И мы решили не брать, мы решили не брать никаких архитекторов, дизайнеров. Сами лепили всё, что получилось. А потом слепило из того, что было. То, что было, полюбило, да. Подари, подари, подари. Но всё-таки Джипси, ну что-то оно для вас значит, или вам вообще пофиг? То есть, что бы ни сказал, колбаной в этот момент, оно бы всё пошло. Нет, Джипси — это цыгане, это понимание, что это человек мира. Человек мира — это значит, что всё вокруг, как бы вот в этом месте собрано. Это не значит, что должны быть медведи, цыгане, да, и вот грязь какая-то, и что-то ежи варёные. Ну и машины должны угонять там. Ну, как лошадей угонять. Ну это мы пытались как фишку сделать, но не получилось. Сразу поймали. Приехала милиция и объяснила нам, что наша фишка не пройдёт. Нет, просто в какой-то момент оказалось, что мы украли машину, белую BMW у Аванеса, владельца бара «Белка». Вот и как-то вообще не срослось. Да. И мы решили, что Джипси — это всегда ассоциация с веселем. Если нет какой-то гадости, связанной там с попрошайками на вокзалах, то это ассоциация с весельем. Это прекрасные фильмы, в том числе один из моих любимых, с Михалковым. Забыл, как называется. Это когда он приехал-заприехал, дева, да? Ну, типа того. Вот. И это ассоциация с весельем, с удалью какой-то, при этом с какой-то романтикой, с какой-то поволокой на глазах и так далее. Вот. И это люди, которые живут по всему миру, они не привязаны к никакому месту, никакому социальному слою, срезу. Это просто то, что нравится нам. Ну, то есть вы не связаны с цыганскими баронами, никак с ними не дружите, не знаю, там. Даже и знакомы были никогда. И не стали знакомы. Ну, я бы не торопился с ответом. Кто из наших друзей цыганский барон? Да нет, нет. Есть один похожий на него. Нет, ну, просто... Сейчас, осторожнее. Ну, просто много же разных, да, диаспор. Много же разных диаспор в Москве всевозможных. Наверное, мне кажется, если бы я был представлен цыганской диаспорой, услышав, что это клуб Джипси, ну, я первым делом бы поинтересовался, а что за чувачки-то вообще открывают там на клуб Джипси. Слава богу, этого не произошло. Слава богу, не поинтересовались ребята пока еще. Все-таки машины с золотыми дисками не паркуются у вас. Нет, 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 мы это не любим. Иногда паркуются... Копейки, Волги. Да, но мы не пускаем. Ага, велики, я понял. Я понял, слушайте, ну, вообще, наверное, дороговато обходится, да, такой клуб открыть-то, да, то есть это вот, я уж не буду прямые вопросы про деньги задавать, хотя если хотите, расскажите. Да, то есть, ну, вот это... Это дорого, не хотим рассказывать, но это дорого, это серьезное очень предприятие, которое реально самое крупное в России. И оно очень сложное по оперейшн. Я могу сказать, у нас работает, не считая охраны и уборщиков, ну, штаты уборщиков и уборщиц и грузчиков, которые на аутсорсинге, охраны и службы клининга на аутсорсинге, у нас работает 300 человек. 300 человек! 300 человек? Саш Колобов, мой товарищ, когда это услышал, сказал, слушай, я с таким штатом могу открыть 15 шоколадниц. Ну да, я думаю, да. Ну не 15, а что 15-я? Ну, или 20-я. А кто будет колбасить больше, одно джипси, один джипси или 15 шоколадниц? Джипси. Ну, про колбасу не будем сейчас, Саша. Да-да-да-да. А вот, колбаса, пускай при нас останется, мы много даем за эту колбасу людям. Ага, не, я в хорошем смысле. Да-да-да, я понимаю. Вот с точки зрения бизнеса, что лучше открыть, 15 кофеин или один джипси? Я не знаю, кофеин я не открывал. Кофеин я была уже у моей семьи. Вот у Сашины была, оказывается. Меня не была. Слушайте, давай, я вот хотел все-таки спросить Сашу и про ваш дальнейший союз. Поскольку вот сейчас нас слушают люди, и очень много таких, да, которые вот мечтают, как вот, да, ну, пусть там не джипси, но войти в ресторанный бизнес. И вот у Саши история прям такая, она красивая. Вот сидел себе Илья, посмотрел, глаза горят, руки работают, а она, будешь партнером в моем вам проекте. Ну, неужели все так просто, да? Ну, вряд ли, мне кажется, любой человек, который появится у тебя на пути с горящими глазами, с головой, с руками, будет приглашен тобой на такие там позиции, да? Ну, на самом деле, это все очень так просто и выглядит. Я вам честно абсолютно говорю, что я не изучал никак, я там спросил пару знакомых, что за человек, просто в формате беседы. Я ничего не проверял, я не узнал, кто его родители, что он делал до этого. Я просто увидел человека, который, я был уверен, что близок мне под ухом. Такое встречается редко, на самом деле. То есть это не каждую секунду происходит. Но я просто понял, что мы сольемся в бизнес-экстазе. Да. Ну, то, что я буду партнером в его проекте, это, так сказать, немного перефразирую, все-таки в нашем проекте. Было бы правильней. Да, я сразу Саше сказал, что исключена ситуация, когда я там приглашаю, у меня даже мысли такой нет, что я Сашу приглашаю на какую-то там зарплату, бонусы и так далее. Менеджерство вообще в этом бизнесе, оно очень условное понятие. Вот у меня есть там друзья, они топ-менеджеры Газпромбанка. Они двое таких, двое из ларца в одинаковых костюмах. Они очень хорошо зарабатывают. Вот. И они все время долго не могли понять, на что я зарабатываю. Вот. А все говорят, слушай, вы столько алкоголя льете, мы так мало за это платим. Мы столько удовольствия получаем. Вот. И в итоге они мне дали кличку менеджер веселья. Ну, то есть они без слова менеджера не могут обойтись вообще в своем лексиконе, да. Ну, вот они дали мне такую кличку менеджер веселья. Вот. И ты знаешь, как я говорю. Не делаю удивленное лицо. Нет. Вот. И не было абсолютно никакой мысли. Я сразу сказал, Саша, либо мы партнеры, либо ты где-то... Ну, то есть я не предложу тебе работы менеджера. Никогда. Я понял. А что-то затикало у нас рановато. Еще у нас 20... Что ты там машешь руками? Я не понимаю, когда вы так машете. Так. Ну, да, рестораторы, да. Здравствуйте, друзья, рестораторы. Сегодня нас Илья и Александр, совладельцы проекта Джипси. Вот все-таки до конца поняв, чтобы понять суть вашего союза, хочу все-таки понять, ваша ответственность как распределять, за что отвечаешь там ты, да, Илья, да, за что отвечает Александр. Ну, мы пытались распределить обязанности, у нас ничего не получилось. Все занимаются всем. Саша, конечно, занимается музыкой в первую очередь. И занимается всей арт-историей. У него гигантская арт-группа в количестве, огромного количества человек. Я тоже присутствую. Из трехсот сколько? Сколько из этого занимает арт-группа? Ну, в общей сложности, с учетом службы фейс-контроль, человек 15 занимаются только арт-историей. Вот. И я присутствую на этих собраниях, но по арт-истории, конечно, всегда последнее слово, как бы мы ни спорили, ни ругались, ни обсуждали, последнее слово за Сашей. Вот. И... И... Ну, мы во всем участвуем сами. То есть Саша очутился в прошлом летом на стройке. Неожиданно. И был приятно удивлен, что ему это нравится. Во всех процессах. То есть и в сервисе, и во всем участвуем совместно. Такой проект... Я вообще до конца не понимаю, как нам удается управлять 15 шоколадницами в одном месте. Вот. Сосредоточенными. Это колоссальный процесс. У нас есть директор, у него есть замы, куча менеджеров, бар-менеджер. Все эти люди на открытии привезли раскладушки. Чтобы вы понимали, там дело не в деньгах, там дело в безумном запале. И они привезли раскладушки, мы разрушили несколько семей. Открытием джипси – это факт. Вот. И очень переживаем по этому поводу, потому что люди сошли с ума вместе с нами. Теперь вы должны добыть им новые семьи. Они там сами себе добудут. Всегда есть большой выбор. Вот. И мы все занимаемся всем. То есть, если я там уехал куда-то, я могу Саше попросить любую сделать историю, которая, как бы, по сути, его не касается. Так же, как и он меня. Вот. Получается, три бара в баре, на самом деле. У нас же три барные стойки. Такие не самые маленькие. Больше ста погодных метров в общей сложности. Ну, вот одну большую я представляю в середине, одна летняя. Это закрытая. И на новой веранде летняя тоже очень длинная. Да, на новой, видимо, я просто не был там, не видел. Да. Ага. Слушайте, ну, действительно, огромное хозяйство. Мы сейчас перешли в разряд концертных деятелей. Мы сейчас плотно занимаемся светом, звуком, который у нас, мне кажется, уже стал стадионным. Ага. То есть, практически можем проводить серьезные выступления больших артистов с райдерами, с правильным светом и так далее. Да, но у нас вот звук, у нас звук единственный в России лучший. Мы потратили на него больше миллиона долларов. Да и что? Клеер Бразер стоит райдерный звук. Нам все это поставил Саша Буняк, известный инсталлятор. Вот. Он сам удивился, как у него так хорошо получилось. Так дорого. Нет, дорого. Они там в минус себе сработали, но для них это так же знаковый проект, как для нас, Джипси. Ага. Это лучший сейчас звук в городе. Нет, он говорит, что столько звука и такого звука. Я, говорит, никогда никуда не стоял ни в одно ночное заведение города Москвы. Ну, понятно, что это же не олимпийский, не концертная площадка, а у нас, в принципе, по киловаттам стоит половина олимпийского. То есть вы можете прошивать там соседние здания, все напротив, которые находятся. Мы, к сожалению, все это делаем, и нам очень грустно от этого. Мы постоянно работаем над звукоизоляцией сейчас. Ага. Делали за лето несколько раз перенастройку системы, для того, чтобы не мешать людям спать. Вроде как получилось, и жалобы прекратились. Ага. А, подожди, где там дома-то там, в принципе, на другой стороне дома. Жилые, да? Но зато любой из десятков, любой из десятков артистов, которые у нас выступают, или даже сотен, любому сразу, как только мы присылаем, какой у нас стоит звук, это сразу всем подходит. Нет никакой темы, я буду вот только на таком звуке, возьмите в аренду его, и так далее. Слушайте, ну, расскажите про концепцию вот самого Джипси. Вот в чем она заключается? Что в нем такого охренительного? Вот что такого? Она, наверное, заключается в дружбе. Ну, мне кажется, что концепция заключается в том, что нет никакой концепции. Да. В том, что есть желание, ну, первое, что у нас было желание там находиться, да? Мы делали для того, чтобы там самим находиться, чтобы нам самим там нравилось. Вот и все. Мы делали для себя, и мы так быстро подружились, что в моем возрасте вообще редкость. А сколько тебе? 33 года. Нет, ну так быстро сходиться с людьми тяжело, тем более богатый жизненный опыт за плечами. 90-е, лихие, и все остальное. Вот. Но мы так быстро подружились, и на самом деле это все результат нашей дружбы. Результат многих факторов. Результат там кучи людей, которые окружают Сашу, которых я полюбил. Куча людей, которые окружают меня. Результат, результат моей, результат моей женитьбы, моей прекрасной жене, потому что я вообще себе не представлял. Я всегда думал, что для того, чтобы заниматься клубным бизнесом, надо быть холостым 100%. Все оказалось по-другому. И моя Маша, это моя муза в этом деле. Слушайте, ну прям сейчас сплакну, такая прям история такая. Знаете, как я плачу каждый день? Когда приходишь в джипси как-то. Каждый день, когда я вижу этого человека, когда он уходит с цветами, с улыбкой, едет радостно и домой. Скорее к жене, которая готовит ему поесть. Собаки у него дома. Прекрасный человек, прекрасная семья. Поэтому у нас все прекрасно. Нет, я шучу. Сейчас мои гости плачут в прямом эфире. Слушайте, ну а, слушай, Илья, ну а другие проекты-то не ревнуют тебя? Я так понимаю, что ты подзабил на свои остальные 40-то, нет? Если ты живешь прямо в джипсе и такая история. Нет, я очень много времени трачу на остальные проекты. В Сумачев баре у нас все хорошо, это знает наш гость. И мы активно развиваем Изюкафе, Питцэкспресс, занимаемся развитием нашего бизнеса в аэропортах московских усиленно и делаем новые проекты. И вы услышите в следующем году буквально о нескольких проектах, не только ресторанных, но и веселых, где можно... Ну, сейчас поговорим еще об этом и о ваших там планах тоже. Ну, просто непонятно, как у тебя хватает времени на все на это, а во-вторых, желания. Ну, вот желание есть, пока меня окружают такие люди, как мои друзья и партнеры. У тебя в каждом проекте такие вот партнеры? Нет, но есть много проектов, где мы партнеры с Антоном Саркисовым и Сергеем Курантом, мои старые партнеры, любимые, где мы с ними нарожили много всяких интересных историй и придумали много чего. и... да, там, будущие проекты, такие концептуальные, такие же, как Джипси, они делаются с людьми, которые мне интересны, которых я люблю и уважаю, и ценю. И с Сашей мы планируем новые проекты, даже два. Давайте про будущее не будем, сейчас пока про настоящее, да, тут люди вот тут звонят и пишут, и в основном вопросы именно тоже по концепции, которые в итоге выражаются в фейс-контроле, про который люди, вот сейчас Аня только что звонила в эфир, и я понимаю, что этот вопрос, наверное, больной. Что мы не поговорили с Аней? Я не знаю, почему Аню не вывели в эфир, но вот она просила передать через нашего профессора, который мне... Привет, да, 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 да я к вам больше и сама не приду, блин. Да, но про фейс-контроль, наверное, я расскажу, А кто вот из вас действительно решает? потому что нет. Наверное, у вас между собой тоже споров полно. Привел службу фейс-контроля на работу Саша, значит, это мы сидели, просто у нас опускались руки, потому что мы ничего не успевали к открытию, мы сидели на зеленой травке, у нас было не закрыто сотня вопросов за две недели до открытия джипси, как обычно всегда, вот, и в том числе я просто смотрел на Сашу и говорил, Саш, у нас нет фейс-контроля, я, конечно, постою пару ночей, но это плохо закончится, вот, значит, для моего здоровья, потому что надо еще остальное время работать, и тут просто появляются два человека, про одного из них мы не будем говорить, он уже не работает в нашей компании, а второй, это уникальный совершенно человек, артист, чтец и грец, на дуде, и все остальное, это человек, Антон Лаврентьев, наш любимый друг, я не боюсь говорить прямо в эфир, что этот человек для нас много значит, он, потому что от нас его никто никогда не сманит, это исключено, вот, и он никогда не был фейс-контрольщиком, но когда я его увидел в черных очках, он очень серьезно мне сказал, здравствуйте, Илья Борисович, я сразу понял, все вокруг засмеялись при этом, вот, я сразу понял, что этот парень будет с нами навсегда, и на самом деле первое лето работы джипси получилось так, что кроме там два раза по 10 дней я съездил отдыхать, я простоял с ними внизу, а с, ну, плюс пытался отрулить вопрос там ресторанного процесса, сервиса, барменов и так далее, вот, а Саша занимался всем наверху, в общем, первое лето фейс-контроля фейс-контроля было за мной и за Лаврентьевым Антоном, с которым мы вот создали некую аудиторию, которая сейчас является аудиторией джипси, вот такая история. Я понял, а что девушка-то желает? Вопрос был более прикладной, я так понимаю, что надо, чтобы пройти фейс-контроль, ничего не надо, мы уже не можем отвечать, это вопрос, ничего не надо, ребята, просто будьте на позитиве, это не срабатывает, это не срабатывает, я тебе клянусь, все срабатывает, срабатывает, очень хорошо срабатывает. Антон, вот просто многие всегда считают, что первый раз пришли и их там не пустили, Антон очень как-то грубо ответил и сухо, но просто они не понимают, что человек отвечает за ночь трем тысячам людей, вы проходите, вы не проходите, вы проходите, и кто-то там с ним начинает еще спорить и что-то выяснять, но это просто человек уже не может с каждым, если бы он с каждым разговаривал, он бы пропускал там всех. Человек не может быть в спортивном костюме, в кроссовках или в стоптанных ботинках с заостренными ногами, с заостренными носами, это катастрофа, это катастрофа, нет, не надо, нет никакого стиля в одежде, нет ничего, надо быть на позитиве во всем, что ты себе несешь. Почему вдоль Чайгабана? Каждый человек, который приходит в наше заведение, должен внести позитив не только улыбку на лице, вот ваша широкая улыбка, он должен быть позитивен во всем, в эмоции, которые он несет, и Антон всегда отвечает на это, это человек, который сам себе придумал прозвище знаете какое? Антон Фейс Гипсокартон сначала, а потом мы сократили все это, и получился Антон Фейс Картон. Мы не делаем никакого культа и пафоса из этой профессии. Возраст, национальность, ну как-то, ну в самом деле есть какие-то критерии. Возраст абсолютно не имеет значения, мы там стараемся до 18 лет, конечно, не пускать, и у нас это сейчас получается, потому что были пробелы в этом вопросе, до 18 лет мы не пускаем никого, на второй вопрос отвечать просто не буду, извиняйте, могу зачитать вместо этого инвентарного номера на компьютере 00004203. Хорошо. Ну то есть получается, что вот как сейчас говорят дорогие радиослушатели, мне вот первые лица джипси владельцы, будьте старше 18-ти с улыбкой, это вот достаточно. И без спортивных костюмов. несите позитив в эмоциях, не обязательно улыбаться, приходят люди очень серьезными лицами, приходят, они не улыбаются физически, но у них в глазах сразу видно, что они в тему пришли. Были моменты, просто когда Антона люди не то что уговаривали, они просто с ним разговаривали, и он понимал, что они как бы на правильной волне, и в общем нормально, адекватно реагируют. Хотя изначально им было отказано. Да, изначально им было отказано, и они правильно реагируют на его там высказывания, на его вопросы там или что. И он их пускал. Вот. Потом мы сейчас открыли второй вход, как всем известно, и не называем это никакими идиотскими словами VIP, Lux, Luxury и прочее, которые уже набили оскомину и от всех тошнит от них. Называется вход со двора. Вот. И мы сделали 500 карточек, в итоге на данный момент раздали полторы тысячи, и видимо до Нового года перестанем раздать, потому что иначе на входе со двора карта гарантирует проход, и приоритетное бронирование стола, да, не до скидок. Вот. Но уже и там будет очередь, поэтому мы сейчас заканчиваем с этим. Те, кто не получили карты, бегите скорее. Но все равно наверняка и вам там на мобильные раздаются звонки там, вот кто-то пришел, а вот не пускают. Это вообще больная бы тема. Конечно, я просто ложусь спать, я выключаю звук, потом утром перед всеми извиняюсь. Это на самом деле нормальная история. У меня вот... У тебя, наверное, вообще там есть... У меня порядка раз, если я выключаю звук на ночь, да, все считают, что именно в пятницу, в субботу ты не должен спать. Абсолютно. Ну, это как бы... Ты не должен спать в пятницу и в субботу. Ты же там... Эй, ты должен быть все время на коне, да. То есть, ну вот я выключал, когда в последние разы у меня было где-то примерно 47 пропущенных звонков. Это люди, которые вот ночью там не могут пройти. Они стоят, не могут пройти, что-то, да, и начинают звонить. А можно я вернусь еще к вопросу о людях, которые нас окружаются, которые с нами работают? Давай. Потому что это важно. Вот у них у всех разная судьба. Про Лаврентьева мы рассказали. Есть, например, человек, который работал в 20 лет в Сумачу в баре официантом. Среди многих официантов, которые там работали за 6 лет. Как-то так получилось, что на него взгляд упал, и он работал там сначала в Зюкафе Пицца Экспресс менеджером, а потом просто сказал, я не менеджер. Пожалуйста, я очень хочу с вами работать, найдите мне другую работу. И он оказался в арт-группе заместителем и концепт-директором, концепт-директором. Концепт. Джипси с Сашиным, большим соратником, это Слава Глушков, который в 23 года сделал уже большую карьеру в этом бизнесе. Личность узнаваемая. Абсолютно не употребляет. Человек, который не употребляет не то, что никаких наркотиков, он даже алкоголь не употребляет. Никакой вообще. При этом он может до 8 утра играть так, что народ сходит с ума. Как диджей. Плюс он следит за гигантским хозяйством, которое называется концепция Джипси. И занимается там расписанием диджеев вместе с Сашей. Вот вопрос о том, как что сделать, это в 23 года можно сделать. Затихло. Продолжим. Так, продолжаем разговор. Левицкий Дмитрий, программа «Рестораторы». Илья Лихтенфельд, Александр Дульщиков у меня в студии, совладельцы, создатели проекта Джипси, известного московского проекта. Вот, Алексей, да, телефон студии, допустим, 495-6510-99-6, если вы хотите что-то еще спросить, кроме фейс-контроля, про который мы уже поговорили, либо сайт финам.фм, форум нашей программы, либо 5533, со слова «я» ваше сообщение, начинается пробел, и погнали. Вот мы как раз в перерыве разговаривали сейчас тут с ребятами, и Ирина спрашивает нас, скажите, а как вы отбираете персонал? Есть ли какие-то особые критерии отбора? Давайте перенесем этот разговор тогда уже в эфир. Ну вот линейный персонал, ну не линейный, а персонал, так сказать, административный, в котором, который больше менеджмент, меньше творчество, набирается стандартными путями, там люди приходят на собеседование, приносят свое резюме и так далее. Есть люди, которые, например, там старшие официанты, которые должны быть яркими, которые должны быть улыбчивыми, которые должны в себе нести ту культуру, которую мы пытаемся в джипсе создать, да, это бармены, это, соответственно, самое главное, это арт-группа, вот в арт-группе нет ни одного человека, пришедшего по объявлению. Объявлений-то никакого не было. Да, никогда. Вот, это всегда люди, на которых мы сами обращаем внимание, как вот Слава Глушков и Саша там, на Антону Лаврентьеву. Есть люди такие, как Аня Бойко, которая вообще не нуждается ни в какой работе, она... Аня Бойко, вообще, на самом деле, за вот это вот недолгое время работы, да, нашего заведения, ну сколько, полтора года, да, сейчас, ну два будет, скоро. Именно вот арт-группа уже превратилась, на самом деле, в каких-то таких близких людей, практически, как семья, и Женя Макаров, Аня Бойко, да, Слава Глушкова. Классные ребята, очень креативные, всегда собрания у нас проходят на таком жутком позитиве, выходишь, просто все ржут, вроде серьезные вопросы обсуждаем, а все ржут. 80% времени, мы просто смеемся. Юмор, главное составляешь. Но Ане Бойко надо отдать должное, она единственная, девушка. Которая нас терпит. Нас терпит, просто слушает вот эти вот все... Она очень воспитанная, то есть там одни мальчики, она очень воспитанная девочка из хорошей семьи, у нее очень приличный муж, которого мы тоже знаем. Она не нуждается ни в какой работе с точки зрения заработания денег, но она просто пашет невероятно много и она нас терпит, потому что то, что там происходит на собраниях, это катастрофа для ее ушей, мне даже стыдно становится иногда. А вот в пику вашему елейному рассказу про сотрудников Олег спрашивает, а воруют много именно персонал? Как отслеживаете и как боретесь? Конечно. Ловим, боремся. У нас служба безопасности, мы сами видим все. Давай, давай, рассказывайте, что это не так весело. Ну а что рассказываете, есть стандартные вещи, воровства, как люди воруют. Ну ясно, что есть какой-то костяк людей, которые не воруют. И эти люди, они смотрят даже мне в глаза по-другому. А есть люди, которые воруют и мы их ловим постоянно. И это всегда проблема, тем более в таком большом хозяйстве. Это огромная проблема. Ну да, 30 человек народу особо не следишь. Если говорить про какие-то внешние факторы, да, воровства, то есть это люди, которые пришли в заведение, понятно, что от этого никак не избавишься и это очень сложно, потому что приходят иногда очень прилично одетые в дорогих костюмах и так далее, телефоны. Это везде, повсеместно, в любом ночном заведении. Но у нас штат охраны в пятницу, в субботу 60 человек. 60. 59 плюс начальник всей охраны, Олег. Тоже, кстати, очень позитивный товарищ и с очень правильным настроением. Плохой охраной, не позитивной, а злой не получилось бы ничего. Вот. И мы следим за этим, и он следит. И у нас больше сотни камер под джипси расставлены. Специальные люди сидят и смотрят в них. Ловили. Среди персонала воровство, ну это тоже пытаемся каким-то образом и выявляем, и тоже ловим. Ну в каких ресторанах воруют, вам известно хорошо, как это происходит. Вот. Воров, которые приходят к нам с улицы, мы отслеживаем и жестко наказываем. Я понял. Ну а бывают все-таки замесы, несмотря на это, драки, не знаю, что-нибудь неприятное, какие-нибудь события, которые, в общем... Конечно, бывает, но у нас уже год больше 30 секунд, причем мы все это просматриваем потом по камерам, с таймером, больше 30 секунд не было реакции ни разу. Охрана, которая уже... То есть на момент 30-секундного тайминга уже все скручены, все участники причем. Мы не разбираемся никогда. Кто прав, кто виноват, это бесполезно. И все выходят на улицу, дальше продолжают разбираться между собой. Если хотите подраться в джипсе, у вас есть 30 секунд. Максимум причем. Бей один раз, наверняка, давай же не успеем. Максимум причем. Последняя история закончилась за 9 секунд. И это большая заслуга нашей охраны. И Олега Захарова, в частности. На входе сейчас мы повесили огромный щит, на котором написано слово «зло», и оно перечеркнуто «красным». Как знак дорожный. Как знак дорожный, да, такое «зло», перечеркнутое. Я понял вас. Алексей спрашивает, скажите, джипсе ведь проект модный, вообще «красный октябрь» это модное место, и поэтому люди туда сами идут, сами по себе. Скажите, станут популярны лужники, и там откроется куча баров. Вы пойдете туда открываться, и будет ли джипсе столь популярен в таком случае? Вот такой вопрос. Вообще мы не любим слово «модно». Слово «модно» пускай останется в фэшн-бизнесе. Мы не модные, ребята. Это вы не модные, а джипсе модный. Нет, я вам... Ну что, вы можете... Это мы не модные, ребята. Ну извини. Нет, ну слово «модно» оно какое-то уже такое, оно ко всему применяется. Ну да. Я знаю много людей, для которых ходят джипсе не потому, что, наверное, им нравится прямо само место, а потому что именно антураж место, да. А вот это же джипси, да. Туда же как бы вот надо ходить, там же как бы надо быть, потому что там как бы круто. И в итоге они там остаются. Им становится уже не модно, а просто пьяные. Кто как, ты знаешь, кто как. Нет, там, конечно, понятная атмосфера, все там, праздник Угар, там и все хорошо. Ну, в общем, в общем, в общем, да. А если станут модные лужники, то... Обязательно придумаем туда что-то, но это будет не джипси. Пойдем туда сначала тусоваться. Потом посмотрим. Да. Ага. Откроем там для начала что-то. Шаурменную. Шаурменную, например. А вот эта идея с шаурмой, она откуда вообще взялась? У вас же там стоит шаурма на крыше, да? Взялась с белорусской. Мы открыли, у нас есть повар-сириец, который делает шикарные шаурмы. Я просто сейчас, извини, для наших радиослушателей, кто все-таки не бывал еще в джипсе, да, что на крыше на летней площадке стоит маленькая будочка и торгует шаурмой всю ночь. Это самая популярная, там надо очередь до 50 человек стоит. Самая популярная еда в джипсе. Вот, мы еще открыли Растафари-бургер, где два настоящих ямайца с дредами, настоящих, черных, таких прямо как ваш компьютер, делают, они всю жизнь, папа и сын, они всю жизнь жарили мясо на Ямайке. Они сейчас делают бургеры, которые за эти лет стали такими же популярными. Они делают все, соус, булки сами пекут, ну, все вообще. Подбирают мясо, это все очень дорогое мясо, хорошее. Это сейчас стало таким же популярным, как и шаурма. Шаурма история простая. У нас был, у нас был, была палатка, такой, не палатка, мини, мини, мини шаурмина, такая на белорусской, где мы решили, что хватит вот это вот, есть по 80 рублей у метро, вот, сделали чуть дороже, ну, очень вкусную, качественную шаурму из охлажденной курятины и так далее. Серьезно? Да. Назвали ее, назвали мой партнер Антон Саркисов, придумал, что она должна называться Люляки Баб. В два слова. Петра Мамонова была такая песня в 80-х годах. И все бы хорошо, и народ начал ездить, модный, как вы любите говорить, брать по 15-20 штук и отвозить это в офис, но там началась стройка, и все это перекрыли. И мы не знали, куда это деть. В этот момент как раз мы открывали джипси и решили, что вот это заказ по меню, это когда человек взял стол, вот это понятная история, а еще будет много людей, мы тогда не знали, что их будет 3-4 тысячи человек, которые захотят ничего брать. там, да, какие-то депозиты, меню заказывать себе все это. Они хотят, выпил и поел на ходу. Вот, тем более, за день небольшой. И мы перевезли это прямо вместе с вывеской. Люля Кебаб воткнули на веранду в джипси, и это произвело фурор. Просто. Потому что люди, которые уже 10-15 лет не ели никакой шаурмы, они вдруг захотели, это было вкусно. Не, все любят, все же на самом деле любят шаурму, просто многие боятся есть, потому что в городе нет правильного стритфуда и понятия, да, такого у нас в Москве. Хотя вот надо подумать. Да, любой стритфуд превращается в какую-то помойку. Слушайте, ну у нас не так много остается времени, давайте все-таки про будущее. Какие есть у вас совместные задумки, да, по развитию развлекательного направления? Ну мы хотим, мы хотим продолжать историю джипси, то есть это не одно заведение. Это будут заведения еще не в Москве, а в других городах. Каких пока не скажем. В декабре у нас будет трип. серьезно по этому поводу. Да, есть предложение. Есть предложение. То есть открывать джипси в других городах? Ну не в России. А, вот так даже? Да. Нас просто уже год зовут. Так, 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 так. Нас год уже зовут, и мы думали, 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 выбирали, что это может быть. Шанхай, Ханой или Бомбей. Но в итоге, не скажем, куда едем. Остановились на Мексике. Расскажем в январе. Остановились на Мексике. Хорошо, нет, ну не надо. Но самое интересное. Есть два города, очень такие must have города, Модный ты какой. Must have, словечками ты заговорил. Да, да, да. Вот. Есть второй проект, который будет тоже... В Москве? В Москве, в центре. Будет от команды джипси, но не джипси. Будет от команды, да. А чем будет отличаться, в чем фишка, в чем прикол? А вот прикол в том, что нельзя раскрывать этот прикол, потому что тогда прикол весь пропадет. Но я думаю, что это будет реальный прикол. Вы услышите об этом. Да, такого еще никто не делал. Я понял. Хорошо. И последний вопрос, отчасти вот Диана спрашивает нас, кого вы считаете конкурентами в Москве? Вот есть конкуренты джипси в Москве? Сейчас, к большому сожалению, Прошу про Соха, например. Сейчас, к большому сожалению, нет конкурентов. Мы хотим конкурентную среду. Даже сами Соха не считают, что мы конкуренты. Да, никто нас не считает конкурентами. Мы считаем, что нам конкуренции нету. Не потому, что мы там такие крутые, и сейчас там все, и кто-то к нам ходит. Просто, к сожалению, пока никто не встал с нами на одну волну. Вот очень много... Ну, а вот те же самые роллинги рядом с вами, или другая история? Другая. Нету того, как сказать, масштабного мышления и желания что-то сделать, да, потому что мы-то парни удалые. И, в принципе, да, можем сегодня у нас там будет Вася Пупкин на сцене, а завтра там Лени Кравец выступать. То есть, как бы вот... Вот, и для нас, и мы чувствуем иногда с Сашей, что для нас и для наших... для нашей команды это проблема, что у нас нет конкуренции, к сожалению, сейчас. Это реально проблема, я без шуток говорю. Потому что нам хочется, чтобы... Нам хочется всегда в бизнесе, и тем более в таком развлекательном, хочется все время с кем-то бороться, а бороться пока не с кем, к сожалению. Поэтому боремся сами с собой. Нет, ну, публика куда-то ходит, она, может быть, ходит там в другие заведения, но ходит же там, да? Конечно, ходит и будет ходить. Слушайте, ну, ко входу... Если взять Красный Октябрь, ко входу в Джипсе подходит за ночь летом 7 тысяч человек. Мы считаем у нас отдельный счетчик людей, подошедших ко входу. Из них мы пускаем 3,5-3,800 за ночь максимум. Все остальные куда-то идут, другие места, которых не пустили. Но это факт пока. Я понял. Ну, а вы сами-то куда ходите? В рюмочную. Шубаречную, пельменную. Нет, ну, реально, вот вы там в ночной Москве ходите в чужие заведения. Бывает такое? Вы знаете, вот я могу ответить за себя, хожу... Тусуешься по вражеским местам? Да, конечно. Я-то просто еще у меня хобби... Лицо Ильи надо. У меня хобби диджея, поэтому я, собственно, хожу только исключительно по работе. Просто потусоваться. Ну, ладно. Я лучше вместо просто потусоваться пойду домой спать, если честно. Согласен, согласен. Или в джипсе. Как у любых людей из индустрии, отдых никак не ассоциируется с клубами. Это точно что-то должно быть другое. Мне вот нравится спокойное место, которое недавно показал Илье. Мы там сидели. Ну, классное же. Какое? Набронный. Да. Отлично. Скажите, о чем уж такое. А это магазин Давидов. Это магазин Давидов. В подвал спускаешься, там вкусно кормят. И выбор алкогольных напитков. Все, спасибо большое. Затикала гильотина. Спасибо, что были. Спасибо вам. Одачи в вашем проекте. Давайте еще поговорим.